В управлении Рязанского троллейбуса большие перемены. Компания усиливает свою конкурентоспособность. Для этого из Москвы, из Мосгортранса уже прибыли 40 автобусов. Сейчас Лиазы ожидают выхода на линию. Понятное дело, штатная численность тоже должна возрасти. На УРТ уже открыты вакансии водителя и автослесаря. По поручению губернатора Рязанской области разработана дорожная карта по оздоровлению управления Рязанского троллейбуса. В исполнении карты проводится ряд мероприятий по улучшению финансово-хозяйственной деятельности. Приоритетами, естественно, для нас являлось обслуживание пассажиров города. Это, во-первых, правильное обслуживание в соответствии с расписанием, чтобы жители города не жаловались. Второй приоритет – это, конечно, условия труда наших сотрудников, повышение заработных плат, ну и самих бытовых помещений, улучшение условий труда. Михаил Скибинский слесаремотористом работает уже 22 года. Сейчас, говорит, трудиться стало намного приятнее. Ну, а в самом деле, получка слесаря сегодня 35 тысяч, электрика – 45. Все зарплаты, что называется, в рынке. Голод тут только один – кадровый. В УРТ заявляют, что, например, 20 слесарей прямо сейчас готовы взять, не глядя. Белая зарплата, соцгарантии, в общем, пакет серьезный. Движение есть к улучшению этого всего. То есть зарплата реально выросла у людей. Да, работа в этом направлении ощутима. Не то, что это где-то сказано, да, что-то там растет. Нет, действительно, в карманах люди чувствуют, что да, прибавилось. Новые автобусы усилят сообщение между микрорайонами Рязани. Подкрепление на линии получат 4-й, 16-й и 17-й маршруты в первую очередь. Впрочем, вполне вероятно появление новых схем. Задача УРТ – взять на себя все социально значимые дорожные артерии. В первую очередь, конечно, очень хочется связать район Дашково-Песочни с микрорайоном Конищева. Другой также можно связать, мы надеемся, что Дашково-Песочни с районом Горрощи. Это первые два направления, куда будут. И также будет улучшено обслуживание улиц Новаторов. То есть это 4-й маршрут нашего автобуса. По дорожной карте пока предусмотрено улучшение тех маршрутов, которые существуют. Может быть, изменение маршрута следования, того маршрута, который у нас сейчас есть. Предприятие, кстати, стало участником нацпроекта «Производительность труда». Сейчас здесь проходит оптимизация ремонтной службы. Вот эти пока еще зеленые автобусы уже ждут своих водителей на стоянке УРТ. Вакансии открыты. Зарплата в районе 50 тысяч. Самое время рассмотреть условия. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».